Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, заходим? Да Твою мать! Меня сейчас вырвет! А сколько нужно быть сволочью, чтобы сделать вот такое с людьми? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фрэнк Кассел, также известный как Каратель, напал на один из офисов компании Роксон и расстрелял всех сотрудников. Какие у него были намерения? Узнаете в этом выпуске. Вот ж тварь. Джесси Зависицевич. Понял. Вставайте. Мистер Роксон вызывает вас. Он подождать не может. Нет. Как вы смеете заставлять ждать босса? Ладно, встаем. Босс, что вам от нас надо? У нас же сегодня выходной. К сожалению, его придется перенести. Итак, ваша задача сегодня ночью поехать и ограбить тот банк, который вы грабили 6 июля. А какой в этом смысл? Мы же его уже грабили. Если я сказал вам, идиотам, ограбить банк, значит, вы должны его ограбить без лишних разговоров. Меня понятно? Да, прошу прощения, босс, все будет сделано. Вот и отлично. А теперь убирайтесь отсюда. Мистер Роксон, а зачем он грабит тот банк? Слышал о перестрелке с карателем в одном из наших офисов? Да, слышал. Так вот, мне нужно отвлечь полицию и прокуратуру, чтобы их не заинтересовала моя компания и настоящее намерение Касла. Надо всех хоть как-то отвлечь. После того, как Сецевич ограбит тот самый банк, Либерман обязательно сообщит кому-то из так называемых супергероев об этих придурках. Ну, а дальше сам знаешь. Точно, вы правы. Людям же нравится нарисоваться супергероями. Это дает внимание прессы и общественности. Вот именно. А очередная выходка карателя уже вряд ли кого-то удивит. Он и без этого уже много людей поубивал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он сейчас в больнице. Мне все равно. Мне он нужен как можно скорее. Звони ему. У меня для вас печальные новости. Сколько мне осталось? Дело в том, что ваш рак прогрессирует. Вам осталось жить примерно два месяца. Мне очень жаль. Что ж. Ладно. Я этого и ожидал. Что тебе надо? Я же просил не звонить мне. Прости, Кеннет. Тебя вызывает мистер Роксон. Что ему надо? Он сказал, что у нас срочное задание. Ладно. Буду через десять минут. Хорошо. Мистер Роксон, зачем вы меня вызывали? Сицевич сдал меня. Один объявившийся миллиардер уже донес об этом по ТВ. При этом не имея на руках никаких доказательств. В общем, ваша задача сегодня расстрелять всех людей в офисе около конторы Версо. И да. Ни один сотрудник не должен выжить. А это не сильно жестоко? Какой смысл убивать стольких людей, если бы вы сами сказали, что у него нет никаких доказательств? Жестоко? Знаешь, что будет, если сейчас все будут пытаться подкопать под нас? Наши склады и офисы будут обыскивать. И скорее всего, вас, как и меня, посадят на пожизненный срок. А все мои лаборатории закроют. И человечество останется на прежнем уровне развития. Это жертва, на которую придется пойти ради моей цели и вашего же благополучия. Так что, думаю, что лучше перестраховаться лишний раз. Ладно, нам понятно. Мои работники сделали вам броню. Она находится в вашей комнате. Также, там лежит все оружие, которое вам пригодится. И да, лучше сделайте это сегодня, пока полиция не начала действовать. Начнем через час. А я пока схожу в полицию. Надо будет покончить с Ситцевичем. Ну и самому попытаться все объяснить, пока не поздно. Маска гориллы? Что за бред? Ну, зато у тебя будет основной образ. Надень балаклаву и о тебе все забудут на следующий день. Много преступников носят балаклавы, а маску гориллы еще никто не одевал. К тому же, у тебя будет свой стиль, благодаря которому наш теракт вызовет еще больший резонанс. Ну, ладно. Как я вижу, материал действительно хороший. Пробить будет непросто. Ты посмотри, какое хорошее оружие. Неплохо, но я не привык к новым пушкам. Мне больше нравятся те, которые производили в 90-х. Их качество было значительно лучше. Опять ты прошлое вспоминаешь? Только и говоришь фразами, а-ля, раньше было лучше. Ну, это действительно так. Сейчас все построено на коммерциализации. Во всем современном нет души. Ну, как всегда. Кстати, а ты мне никогда не рассказывал о том, как встретил мистера Роксона? Да что там рассказывать? Там нет ничего интересного. Слышал когда-нибудь о Джозефе Лоранцине? Нет. Значит, ты не слышал о настоящем мафиози? Мистер Роксон был с ним знаком. Ну и одной деловой встрече мы с ним пересеклись. По словам босса, я произвел на него большое впечатление. Ну и вот, там он меня и выкупил. А как ты с ним пересекся? Очень просто. Мистер Роксон однажды наткнулся на статью в газете, в которой писал мои достижения в стрельбе. Ну и потом предложил мне сотрудничество. Вот такая история. З Fire З melee З!!! Зв! В какой камере Сицевич? 41 Здравствуй, Сицевич Ну? И как тебе камера? Все-таки она была сделана За мои деньги Хорошо, не убивай тебя Почему ты решил, что я собираюсь Убить тебя? Когда мне было 13 лет Я жил в доме на холме Там у нас было много куриц Я за ними активно ухаживал Это была моя обязанность Однажды утром я зашел в сарай Я собирался покормить куриц Но увидел, что почти все курицы были съедены Позже я узнал, что это была лиса Многие соседи жаловались на нее Тогда я решил сделать ловушку Спустя полгода лиса вернулась Она попалась в одну из мышеловок Но все же выбралась Сломав одну лапу Я видел ее И побежал за ней Она пыталась убежать, но ничего не вышло Она забежала под мой дом Я знал, что она ухаберится рано или поздно И ждал до поздней ночи Наконец, лиса вылезла Она знала, что я жду Но так и не смогла перетерпеть колод Я поймал ее Она сражалась, но я был сильнее Нужно было убить ее, чтобы не мучилась Но я не стал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Алло Это Люк Кейдж? Да Я бы хотел встретиться с вами и вашим напарником Простите, а вы кто? И почему вы звоните мне с телефона Дэвида? Меня зовут Фрэнк Кассел Слышали когда-нибудь обо мне? А, точно Вы же есть тот самый каратель Да Я также являюсь партнером Дэвида Мне бы хотелось предложить вам сотрудничество В деле с теми террористами Что же, помощь нам бы не помешала Где встретимся? Надеюсь, не в каком-нибудь KFC? Нет, не сегодня Давайте лучше в кофейне Там обычно людей меньше Хорошо, без проблем Давайте в ту, которая находится на Даунинг-стрит Сможете прийти туда через час? Да, конечно До встречи Кто звонил? Нам предложил сотрудничество каратель Кто это? Один из таких, как мы Оказывается, из тех, кто занимаются тем же, чем и мы? Да, есть Просто про нас мало кто знает Все в основном знают всяких мстителей По сути, мы делаем то, на что у них не хватает времени Мы спасаем не мир, а обычных людей Вы Фрэнк Кассел? А вы, случайно, не тот смиллиардер, который рассказал про Дональда Роксона по ТВ? Да, это я Вы, наверное, очень помогли Мэтту и Клинту Кому? Я был первый, кто узнал о делах Роксона Но самого Роксона убить так и не получилось Сейчас я передал его дела другим людям А именно, сорви голове и соколиному глазу Расстреляли? Простите, но это не наш метод Мы против убийств невинных людей Да, и кстати Сорви головой и соколиный глаз Это те герои, про которых часто пишут в газетах Я прав? Ладно Я обещаю, никто не пострадает на этот раз Что касается тех двоих То да Вчера они должны были попытаться освободить подопытных Роксона Хм В общем, вы не против поработать со мной над тем делом Связанным с теми террористами? А вы знаете, кто это? Понятия не имею У нас была идея сходить и просмотреть записи камер конторы Верса Которая располагается рядом с тем зданием У которого произошел тот самый террорист Что же, это отличная идея У нас нет прав на это Ничего У меня они есть Правда? А откуда они у вас? Потом поймешь, о чем я Итак Давайте пойдем туда прямо сейчас Я надеюсь, у вас нет никаких планов на сегодня? Нет Вот отлично Пошли Здравствуйте, я могу чем-нибудь помочь? Да, можешь Покажи нам запись из камер У вас есть разрешение? Да Есть Показывай Стоп Мы же договорились, что никто не пострадает Да и ты сейчас угрожаешь невинному человеку Не волнуйся Это рабочий способ Для завершения любого дела нужна жертва Прекрати Это ненормально Да успокойтесь вы Он иначе бы нам вообще ничего не показал Давай, включай Хорошо, вот Напомните, когда это произошло? Вчера, где-то в районе шести часов вечера Ищи Что? Как они появились у помоек? Может быть, стоит сходить туда? Возможно, там будут какие-нибудь улики? Да, отличная идея Идите вы двое А я прослежу, чтобы он не вызвал полицию Я не вижу никаких следов Люк, подними этот баг Возможно, отсюда они и пришли Люк, попробуй открыть Ладно Ну что, полезем? Давай Черт, почему он не отвечает? Никому ни слова об этом Да уж Люблю я, типа, культурные отсылки Ну а сам ты как их понесешь? О, черт Какие они тяжелые Особенно этот здоровяк Кстати Ты видел, как тебя в интернете назвали люди? Да, слышал Что может быть абсурднее псевдонима Человек-Горилла? Ну, радуйся, что тебе хоть какую-то кличку дали Да мне вообще не нравится вся эта показуха, честно говоря Где я? Добрый день Ах ты тварь Я тоже рад вас видеть Фрэнк Кассел Что вы собираетесь с нами сделать? Пока что ничего Это первое предупреждение У меня нет необходимости вас убивать Короче говоря Я предлагаю сделку Засунь эту сделку себе в задницу Вы даже не выслушали меня Короче говоря Ничего из области фантастики я от вас не потребую Давайте сделаем так Вы прекращайте вставлять мне палки в колеса А я отпущу вас И надеюсь, что больше мы не пересечемся Договорились? Я протестую Отпущу всех, кроме вас, Фрэнк Отпускать вас самоубийство Ну а что касается остальных То думаю, с вами можно договориться В конце концов Я сам периодически слежу за вашей деятельностью Могу лишь пожелать вам удачи Зачем? Зачем вы делаете такое с людьми? А что не так? Посмотрите на Люка Кейджа Моя компания отдала ему новую жизнь Теперь он практически не убивает Если бы не условия, предоставленные вашей компанией То я бы не стал участвовать в вашем эксперименте Многие мечтают о том, что есть у вас А вы жалеете Вы просто никогда не участвовали в своих экспериментах Это невероятно больно А ведь есть и те, кто умер от болевого шока Вы садист Почему я садист? Я не получаю удовольствия от того, что делаю с людьми Но, к сожалению, ничего не поделаешь У меня есть цель Как и у каждого из вас Я хочу прожить жизнь не зря И оставить после себя Огромное наследие А также помочь людям стать совершеннее Ну и к тому же компания Роксон проводит эксперименты только на стариках и бездомных Согласитесь Польза от них никакой В общем, ладно У меня мало времени Надо поехать поговорить с полицией Но знаете Если вы будете и дальше мешать мне То очень сильно пожалеете Ладно, выпускайте их Мне уже пора Вот чёрт! Роксон нас поставил в тупик Что будем делать? Без понятия Я считаю, что для начала нам стоит беспокоиться о себе и наших близких То есть тебе всё равно на то, что сейчас множество людей умирают мучительной смертью? Ты думаешь о том, что говоришь? Меня жизнь научила тому, что близкими людьми рисковать нельзя Сам посуди Он может расстрелять сотни людей за считанные секунды Так что убить кого-то из наших близких ему ничего не стоит Чёрт возьми, Мэтт, ты ведёшь себя как эгоист Люди считают тебя героем, а ты готов их бросить тогда, когда ты им так нужен А как же Фрэнк? Он же твой друг! Фрэнк никогда не был мне другом Я считаю его преступником Пусть и намерения у него благие Поэтому Бог ему судья Но всё же Он сам виноват в том, что с ним произойдёт Ведь он мог хотя бы вести себя спокойно Да и вообще Пойми меня У меня умер самый близкий мне человек Тот человек Который знал меня лучше всех и поддерживал во всём Я уже столько раз подвергал свою жизнь опасности Ради других Что попросту устал Я устал от всех дел Дай мне отдохнуть от всего этого дерьма хотя бы раз в жизни Да ты с ума сошёл Быть героем твоё призвание и обязанность Жизнь дала тебе возможность помогать людям, так используй её Клинт, подумай о своей семье Вдруг Роксон убьёт твою жену и детей Ты когда-нибудь слышал притчу о пеликане? Нет Как только пеликан отправился на поиски корма Сидевшая в засаде гадюка тут же поползла к его гнезду Она нанесла по смертельному укусу к каждому птенцу И уползла в укрытие, чтобы оттуда вдоволь насладиться горем птицы Вскоре пеликан вернулся Тогда он начал клювом раздирать себе грудь у самого сердца Его пролитая кровь вернула птенцов к жизни, вырвав их из лап смерти И тогда счастливый он испустил дух Так вот лично я готов пойти на всё ради блага других людей Что же, мне ещё есть что защищать Поэтому я отказываюсь участвовать в вашей авантюре Как хочешь Итак, кто желает продолжить борьбу с Роксоном? Все мои родные уже умерли, а друзья находятся под защитой Моя жена и сын отвергли меня Увы, я уже ничего поделать не могу Так что я с вами Я отказываюсь И почему же? Ещё не пришло время Джессика, стой! Что это значит? Я много успела переосмыслить и поняла, что не могу рисковать Это всё, что я могу сказать Ну, подумай о тех людях, которые мучаются Всех людей всё равно спасти невозможно Смирись с этим Но ведь ты помогаешь людям, это же твоя работа Мне просто нравится то, чем я занимаюсь Вот и всё Итак, я знаю ещё кое-кого, кто сможет нам помочь Питер, я пойду в гости Хорошо, я приготовил тебе паштет на ужин О, отлично, спасибо Здравствуй, Питер Привет, Клинт В общем, у нас есть предложение Слушаю Карен, уезжай отсюда, быстрей! Мэтт, что случилось? Нет времени объяснять Нам нужно срочно ехать в полицейский участок Неужели ты всё-таки вернулся к своей деятельности? Мне пришлось Собирайся быстрее! Ладно Но, Мэтт Ты же сказал, что завязал с этим Ты что? Хочешь, чтобы я всю жизнь сидел дома и бухал? Спасать людей моё предназначение Мне придётся смириться с этим Но для начала Я должен защитить единственного близкого для меня человека Всё, к нам присоединился ещё кое-кто Привет, народ Где ты его достал? Питер раньше работал со мной в щите Питер? Зачем ты это сделал? Ты же ещё не знаешь ничего о нас Мне хочется, чтобы вы мне доверяли Кстати, а у вашей команды есть какое-нибудь название? Мы ещё не придумали пока что Может быть, защитники? Как-то странно звучит, если честно А по-моему, неплохо Итак, я посвятил Питеру в курс дела Да, нам осталось лишь придумать план Итак, нам нужно Достать Фрэнка Спасти выживших людей Арестовать Роксона И тех людей, которые в масках Я предлагаю сделать так Мы с Клинтон спасём тех людей Дэнни заберёт Фрэнка А Люк попробует найти тех террористов Что же, неплохая идея Советую начать действовать прямо сейчас Насколько я знаю, Роксон сейчас поехал объясняться полиции Ну, как видишь, все уже готовы Отлично Тогда начнём Мистер Роксон А как вы можете покомментировать те заявления, которые дал мистер Рент по ТВ? Что же Всё, что сказал мистер Рент Наглая клевета Во-первых Вы сами можете проверить мой офис И там вы не найдёте ничего незаконного Во-вторых Лично я был крайне удивлён тому, что Дэнни Рент жив Его рассказы о китайских монахах мне кажутся какими-то странными К тому же он только и делал, что бросался беспочвенными обвинениями Не имея при этом никаких доказательств На мой взгляд, это Дэнни Рент самозванец Ибо в его истории всё выглядит словно рояль в кустах Это прозвучало довольно убедительно Также хочу выразить вам нашу благодарность За то, что вы поддерживаете полицию Мне тоже очень приятно с вами сотрудничать Я готов и дальше продолжать делать вам пожертвования Прошу прощения Мне нужно отойти Что там происходит? Мистер Роксон, вы были правы Они собираются напасть на вас И да Теперь к ним присоединился Человек-паук Да уж, не думал, что они настолько тупы Как говорится, боль это рычаг К которым заставляешь подчиняться любого сильного и хищного зверя Так что вот всё, что вам нужно сделать Сжечь дом семьи Люка Кейджа А затем наведайте Мэй Паркер Убейте Уорда Митчима А с Клинтом Бартоном И Дэвидом Либерманом Я справлюсь сам Хорошо, будет сделано А как же Дейсика Джонс? С помощью неё можно будет манипулировать Люком Кейджа Отличная идея, Джесси Вас понял Поехали Помню, как-то раз у нас на работе одна дама украла весь метиламин, который у нас был А зачем ей нужен был метиламин? Да кто её знает? Слушай, я откуда это дым? Сейчас посмотрю Нет, мама Итак, если кто-то из вас попытается выбраться, то получит пулю в лоб Какая-то женщина А теперь медленно положи рацию Ты выглядишь спокойным для человека, которому сообщили, что поблизости бродит тигр Ты думаешь, что сможешь убежать от него? Нет, мне достаточно бежать быстрее тебя Очень жаль Но на этот раз не сработало Надо было стрелять в голову Твою мать! А теперь скажи им, что я в своём офисе Роксон находится в своём офисе Хм... Хорошая у тебя семья Только попробуй притронуться к ним С моей стороны было бы глупо убивать всю твою семью, оставив тебя в живых В этом случае ты бы мстил мне в разы сильнее От тебя мне и так досталось слишком много Хорошо, делай всё, что хочешь Но прошу, не трогай семью Договорились Роксон находится в своём офисе Отлично, проходим Ну что ж... Здравствуйте! Здравствуй, Люк Кейдж Как там твоя бывшая, жена и сын? Мои помощники их уже проведали С ними всё хорошо, не волнуйся Твою мать! Передай паучку, что его тётя сейчас гуляет по мосту у сквера А, и да Если железный кулак уже спас карателя То скажи, что я сейчас проведал Уорда Митчима и Дэвида Либермана в их домах О нет! Люк, всё в порядке? Питер, быстрее беги к тёте Она у сквера, её могут убить Дэнни, Роксон может убить Уорда Фрэнк, беги к Дэвиду Что? Да что вообще происходит? Твою мать! О нет! Сын, я здесь! Не волнуйся, всё будет хорошо Я уже вызвал скорую Сюда пришли дяди в костюмах Один был в чёрном, другой был с маской обезьян Не волнуйся, папа с ними разберётся Вы его отец? Да Хорошо Завтра сможете навестить его в больнице Хорошо О нет! Дэвид! Что я натворил? Точно! Тут же есть камеры Ха-ха-ха! Дэв! Ты гений! У меня теперь есть доказательства! Осталось лишь сделать копии И передать всем, кому надо Здравствуйте, меня зовут Фрэнк Касл Здравствуйте Чем могу помочь? Я бы хотел поговорить о вашем муже Вы были с ним знакомы? Я был его другом Хорошо Давайте тогда пройдём ко мне домой Ваш муж выжил после того случая Правда? Почему тогда он не пришёл к нам? Если бы он вернулся, то его бы нашли те люди Которые чуть не убили его тогда Они убили бы вас Можно сказать, что он спас вам жизнь Он настоящий герой Он ещё жив? К сожалению, нет Сегодня его убили Он умер, защищая меня и моих товарищей От рук Дональда Роксона А почему Роксон его убил? Что, Дэвид сделал ему? Дональд Роксон преступник А Дэвид был именно тем, кто раскрыл его Я... И я не знаю, что сказать У меня есть запись его убийства Но давать вам его посмотреть было бы слишком жестоко Нужно провести его похороны Позовите всех его друзей Я всё устрою Хорошо Спасибо Ну здравствуй, клиент Партон Не двигайся Ещё один шаг И я убью всех этих людей Ты же не хочешь, чтобы все эти дети умерли по твоей вине, верно? Итак Вот мои условия Сдаёшься мне И я оставляю всех этих людей в живых Либо начинаешь сопротивляться И мои помощники Расстреляют их всех До единого Но зачем тебе я? У тебя есть связь с щитом А против них я, увы, бессилен То, что ты до сих пор не рассказал про меня Является ошибкой Которая тебя и погубила Я выбираю первое Я сделал для семьи всё, что мог Я заработал достаточно денег На которые они смогут прожить ещё несколько лет Я сам выбрал такую ношу И за это когда-нибудь всё равно бы понёс ответственность Что ж Вы превзошли все мои ожидания, соколиный класс Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok